Дело в том, что если в науке, когда утаивается какая-то часть фактов, то этим самым свидетельствуется, что здесь подход уже совершается не научный, а предвзятый. Так вот, и здесь то же самое. Первое, почему, я считаю, нужно сказать, чтобы не получилось такого, что когда многие увидят, что, оказывается, целый ряд святых отцов говорит о том, что всё-таки спасение в конечном счёте принадлежит всем, а об этом мы умалчиваем, то могут обвинить само христианство, или, по крайней мере, само богословие наше в предвзятости и какой-то нарочитости. Это первая причина. Вторая причина вызвана чисто соображениями практического характера. Многие люди обращаются, обращаются буквально со слезами, когда говорят, что вот мой отец, моя мать или дед, и так далее, мои родственники не имели никакой возможности быть христианами, да и ничего не знали даже о христианстве. Они скончались. А мы слышим, что в церкви утверждение прямое. Все те, кто не принял крещение, или не был вообще членом церкви, или был атеистом, все не погибнут навечно и навсегда. И это, конечно, людей приводит в состояние тяжелейшего расстройства. И, наконец, я бы сказал, ещё третья причина заключается вот в чём. Что если попытаться сопоставить, а это не так трудно, сопоставить то количество праведников, о которых мы постоянно слышим, что именно только они спасутся, причём праведников именно православной веры, то мы можем увидеть, что это же ничтожное число людей по сравнению со всем тем количеством и множеством человечества, которое имеет место. Соотношение потрясающее. Вы возьмите только количество православных, так, ну, приблизительно считают сейчас в мире, ну, может быть, 250 миллионов, может быть, 300. Ну, это условно, сами понимаете. И дело вот какого рода. Что из этих даже православных сколько там праведников? По какой-то статистике у нас, например, говорят, что из всех тех, кто считает себя православным в России, примерно только 5% являются людьми, которые, ну, живут по церковным правилам и посещают церковь, только 5% даже из православных. Я думаю, что такая же ситуация и в других православных церквах. Так вот, теперь сопоставьте. Значит, какое же количество даже из тех, кто живёт, допустим, по-православному хорошо, допустим, что они праведники, допустим, что они все эти 5% спасутся, или 10% из этих 250 миллионов, а миллиарды? Миллиарды людей погибнут. И вот отсюда, отсюда прямой вызов, причём не какой-нибудь, а буквально ожесточённый, когда прямо утверждают, вы, ваша церковь и ваше православие, ваше православие, оно проповедует или содержит, по крайней мере, проповедь, о ужасной эсхатологии, в которой любви вообще нет, ничтожная доля процента, по-вашему, спасается, а миллиарды и миллиарды, десятки миллиардов людей пойдут на вечную муку. Так кто же есть ваш Бог? Бог знал, что это будет? И, значит, Он сотворил человека для того, чтобы миллиарды пошли на бесконечные мучения? Вот. С этим вопросом приходилось неоднократно встречаться. И этот вопрос, он всё чаще выходит на повестку дня. Вот. Поэтому, учитывая вот эти три пункта, по крайней мере, которые бросаются сразу в глаза, я и подумал, что надо бы сказать о том, что в православной церкви как раз нет такого безусловного учения о спасении ничтожного процента из православных христиан и бесконечного количества гибели всех других людей. Вот это то, что называют мрачная эскатология, она, конечно, вызывает недоумение. Вот чем обусловлена моя попытка показать, что имеет место в церковном учении по данному вопросу. Алексей Ильич, вот сейчас церковь пользуется большой поддержкой государства, и мы не видим в средствах массовой информации какой-то сильной критики церкви. Ведь эта ситуация может поменяться, тогда этот вопрос как-то могут использовать критики церкви в своих целях. – Да, это замечание справедливо. Я даже не сомневаюсь. С одной стороны, действительно, сейчас ощущается некая рука, которая не позволяет нашей прессе говорить о некоторых вещах в отношении церкви. Но если она будет отнята, то, конечно, это учение, учение о бесконечном множестве людей, которые пойдут в вечное мучение, будет являться одним из самых серьёзных аргументов против православия. Именно против православия и как такового. То есть, против христианства. Для нашего времени сейчас, когда мы непрерывно слышим вот тех гонений, которые идут на христианство не только там в странах где-то Азии и, да, в мусульманских странах, но, кажется, даже в Европе, даже в Соединённых Штатах Америки, в странах, которые хвастаются своей свободой, когда мы видим эту тенденцию борьбы с христианством, то в данном случае этот аргумент окажется очень сильным против христианства. И я бы хотел в связи с этим ещё сказать, что этот же вопрос имеющий самое серьёзное апологетическое значение. Для апологетики это главнейший вопрос. И без его объективного рассмотрения мне кажется, что мы не сможем дать надлежащий ответ на те вызовы, которые сейчас уже звучат и которые будут звучать с ещё большей силой. Небольшая группа придёт, будет спасена, а всё человечество фактически по сравнению с процентом спасающихся погибнет. Скажется, всё человечество. И оказывается, Христос принёс эту жертву опять за кого? За очень ничтожную группу людей. Ведь фактически всё человечество погибнет. если сопоставить количество православных с остальным человечеством. Вот сейчас 7 миллиардов, 7 миллиардов православных, как уже говорил, 250-300 миллионов. Из них сколько этих праведных-то православных? И что же тогда получается? То есть Господь сотворил человечество для вечных мучений. неужели такая проповедь православия может помочь людям обратиться к православию? Потом такое утверждение делать, это же опасно по той простой причине, что оказывается целый ряд святых отцов говорят прямо противоположное. Наши богослужебные книги опять-таки говорят сплошь и рядом. Посмотрите, наша кто их? Да. Сколько в нём слов, прямых, прямых слов о спасении всего человечества. Посмотрите, песнопение «Днесь спасения миру быть». Какому же миру спасение? Это миру или кому? Вот в чём дело. Здесь надо быть очень осторожным, внимательным и объективным, и честным.